я короче просто поймал настоящий баланс вот этими вот а горилла подами и вот этим вот быстрым креплением потому что я сейчас собирался снимать видосы вот эти вот кадры которые то что смотрели на думал что надо будет что-то камеру ставить на стол потому что она вот на этой маленькой платформе да там прикручены потом надо будет прикрутить вот эти вот ноги короче чтобы определенные кадры снять а потом я понял что у меня есть гориллоподная вот эта фигня и я могу камеру вот с этой вот ручной стойки быстро снимать и ставить на настольную стойку ну грубо говоря я поменял поэтому я думаю что совсем скоро я закажу еще пару таких голов и пару таких откреплений потому что ну без них вообще я не знаю как просто насколько это ускоряет процесс вот съемки видео когда мне надо что-то подснять, чтобы это было максимально удобно. Потому что, ну, горелоподная голова вот так вот все крутится. И если я, допустим, потому что, ну, под камерой сейчас еще одна такая же стоит, я вот так вот ослабляю, и я могу прям идеально по горизонтали ей вращать. Это прям... Ну, а сегодня для начала я посмотрю, не знаю, что там, новый видос Кейси Нейстата, потому что он не снимал видосы. Сначала он вообще 20-й год практически, и 19-й, по-моему, год вообще ничего не снимал. Потом что-то поснимал какое-то время, и опять пропал. Интересно, чего у него было, потому что чувак довольно интересный с точки зрения видеосъемки. Я очень многому у него, короче, научился, поэтому если вы хотите просто изучать видеосъемку, какие-то приемы, или просто смотреть, как он это делает, именно в плане того, что ты смотришь видос, ты понимаешь, как это снято, как это сделано. Просто надо заглянуть, грубо говоря, головой за сцену, и станет все понятно. И после этого мне надо будет сегодня сделать мультитреки на один из самых сложных треков с альбома, чтобы заслать их Андрюхе Бродскому, чтобы он начал сводить, потому что три песни мы уже закончили сводить. Так, и начнем мы, наверное, естественно, с барабанов. Теперь надо почекать бас. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, в самплитюде, как и в любом другом секвенсоре, есть вот эта функция из разряда выгнать все дорожки подорожечно, все это прямо разложить, но я предпочитаю делать это вручную, потому что я тогда точно знаю, как что сохранено, и где это самое главное найти. Потому что, да, там дорожки называются, но это надо сидеть, каждую дорожку переименовывать. У меня, например, Хорву, здесь, да, там сколько, 30 голосов, 32, что ли? И каждый переименовывать Коэр, Войс, 1, 2, 3, 4, 5, там 32, проще просто вот их сохраняя уже так называть, и гораздо проще будет. Вот, и это занимает где-то в районе, наверное, не знаю, иногда полчаса, иногда час тупо, чтобы выгнать все дорожки, потому что, ну, их реально очень много. Так что, вот такие вот дела. Давайте до завтра.